Какое же это великое удовольствие прогуляться по лесу по зимнему лесу зайти в его чащу послушать тишину посмотреть красоты и вдруг неожиданно понять а я же потерялся в нем в этом лесу куда идти и в какую сторону возвращаться вот как раз эта программа мировлечений на канале губернии для тех людей кто любит дальние путешествия и необычные маршруты как выживать в лесу имея при этом коробок спичек да и то намокший смотрите нашу передачу в наше неспокойное время к любым путешествиям нужно готовиться основательно даже если надеешься на себя и технику на все сто процентов надели фраг как положено на своем любимом автомобиле едете предвкушаете супер званый вечер автомобиль у застрял но застрял и все и вам надо продержаться до утра геннадий семенович чурин руководитель центра экстремальной подготовки при уральском казачестве города екатеринбурга специалистом своей области стал не случайно все началось 35 лет назад когда в 1982 году он входил состав экспедиции по нему северу немножко вот об этой экспедиции прямо скажите корт что что это такое было и это была научная экспедиция значит социально-экономические медико-биологические геофизические исследования 8 месяцев пути от уолена до мурманска 10 тысяч километров впервые в истории человечества экспедиция передвигалась в условиях полярной ночи вот и этот опыт экспедиции пришлось полностью перейти на походный образ жизни северных народов и когда мы перестали их учить в их тундре выживать а пошли к ним смиренно в ученики они нас нами начали делиться своими секретами и вот именно духовное и душевное состояние включает у человека творческие способности человек начинает придумывать и все делать начинает правильно пару месяцев назад геннадий семенович чурин был приглашен самарскими путешественниками и активистами необычных туристических походов семинары проходил на протяжении четырех дней на окраине села задельная недалеко от города прибрежный а в качестве класса участникам семинара было предложено построить чуму в точь-в-точь как она есть у северных народов обучение теории самое главное немало практических занятий непривычная тема семинара самоспасение без снаряжения создание общины среди группы случайно собравшихся людей все это близко к научному трактату российская конфликтология в условиях экстремальных ситуаций тем чем и занимается геннадий семенович чурин вот вам жизни а как часто приходилось бывать в таких ситуациях которые вы сегодня здесь моделируйте ну за почти 40 лет работы в этой области вообще-то раз в полтора два года получается именно такие ситуации которые я сам имея достаточно серьезный опыт сам не знаю что делать делать и приходится придумывать придумывать здесь и сейчас очередной выход из экстремальной ситуации вот во всех экстремальных ситуациях есть какие-то определенные упражнения и действия которые могут подходить для всех экстремальных ситуаций вот само понятие ситуации это событие за пределами личного человеческого опыта поэтому общих рекомендаций нет и быть не может испытать себя и попробовать своими руками особое внимание участники семинара уделили практическим занятиям сюда набьется снег извините и вам через полчаса будет скучно если даже у вас супер ботинки меховые высокие берцы через три-четыре часа у вас снег растает и нас промокнут ботинки вам снова станет скучно мало кому известно что сделанное из простой тонкой рубашки или футболки бахилы спасают от влаги и надолго удерживают тепло общение в чуме неотъемлемая часть семинара как правильно разводить костер куда должен смотреть выход из чумы подскажем точно на восток немало услышали исторические информации о тонкостях и правилах проведения порой судьбоносных советов старейшин разных народностей это не жилой чум это чум для принятия совместных решений круговая структура заметьте в отличие от шатра где стоит кол по центру здесь по центру огонь лица друг друга люди видят в шатре можно спрятаться за кол и люди не видят друг друга это тот самый посредник который разрушает пространство этот кол центральный здесь огонь через огонь можно видеть человека видеть можно его глаза можно с ним договариваться огонь выжигает негатив возможный темные эмоции которые возникают у человека выжигаются отправляясь в лес большой компании важно никого не потерять что весьма часто происходит особенно в темное время суток избежать это оказывается очень просто есть тактика очень простая вводится команда счет значит давайте кто у нас будет первым у кого хороший слух хорошее внимание по порядку номеров по салоне рассчитать 1 2 3 4 5 6 7 8 значит такая вот идем идем по лесу в ночном любой человек который затревожился по поводу а где мой сотоварищ ну такое значит просто червячок на душе он дает команду счет я подчеркну любой человек может подать команду счет не только командир по команде счет прекращаются все разговоры и каждый выкликает свой номер только после того как очень четко услышал номер предыдущего собрать чуму изготовить бахилы посидеть у костра послушать мудрость старца и получить еще массу полезной информации особенно когда участники черпают ее на практике познавая все трудности экстремальных ситуаций например самое интересное во время стоянки в зимнем лесу это развести костер но здесь есть одна сложность которую ставят перед участниками этого семинара спички будут сырыми посмотрим как у них все это получится но мокрая спичка это еще не все сложности в лесу по условиям учителя намокли еще и все щепки и деревья до основания открыть до половины осторожненько кладите чтобы они не замокли но спички сделали даже не влажными а по-настоящему мокрыми как живой коробочек я его не отметил коробочек значит и пожалуйста теперь каждый разбирайте свой коробочек слушатели экстремальной академии были настроены по боевому их не испугал факт мокрых спичек и мокрых дров каждый пошел по своему пути решения задачи я рассчитываю разжечь кого-нибудь мне как бы есть план я думаю я справлюсь ну так мысли есть секрету на найти просто самое сухое место ну на туловище потому что есть в лесу наверно вряд ли свои спички решил положить на мороз думаю вода из них вымерзнет и попробую пожечь как считаешь отправим не знаю пока проверим опытным путем будет ситуация когда это необходимо два года назад я как раз сломал лыжу в тайге и меня почти замерзшего вынули спасатели но спустя трое суток но это неважно и ситуация то была именно такая что у меня ботинки просто промерзли в итоге мне чуть ноги не отпилили а как тайгу попал погулять пошел на лыжах покататься лыжи сломал и 6 часов по пояс снегу скажем так выбирался долго половину по заброшенным этим вот на кузбассе в итоге так вот получилось спички не было ничего не было спички были ждал помощь помощь как-то вот не приходила был бы умнее сразу бы окопался и было все хорошо чтобы ученики не расслаблялись им дали час на розжиг костра ведь в зимнем лесу дорога каждая минута я решил тоже поучаствовать в процессе и проявить свою смекалку чтобы поджечь сырую палочку но я для этого просто попробую обгрызть чтобы добраться до сердцевинки прошло чуть больше часа и появился первый костер минут через десять второй третий четвертый какие были действия на стил на сушку спичек однозначно на голове чарок отделить тоже сушку но потом на пузе мелкие ветки сушил ну и самая большая проблема это вдоль расщепить бревно то есть вы просто выкрутить как белье на расщепляется не все конечно четыре дня на свежем воздухе повезло участникам с погодой комфортная температура 5 7 мороза позволила не отвлекаться от семинара и не тратить силы для обогрева море позитива полезной информации а самое главное произошло сплочение новой общины путешественников готовых делиться своим опытом с будущими учениками где собираешься выживать вообще есть желание организовывать какие-нибудь интересные туры экстрим туры йога туры и нужно быть готовым к этому и и